Скажите, пожалуйста, на какое число в этом году выпадает Пасха и смысл Пасхи для христиан? В этом году Светлое Христово Воскресение выпадает на 16 апреля. Как всегда, Пасха — это воскресный день. Светлое Христово Воскресение — это самое главное событие для православных христиан и самый большой православный праздник. Слово «Пасха» пришло к нам из греческого языка и буквально означает «избавление». Избавление от власти дьявола, от власти греха, как через крестную смерть и крестные страдания, через Христа Спасителя. Мы избавляемся от своих грехов, так и через его воскресение мы получаем вечную жизнь. Воскресение Христово — это венец и основа нашей веры. Воскресение Христово проповедовали еще сами апостолы, которые говорили, что если не воскрес Христос, то и вера наша тщетна. Самому празднику предшествует долгий пост и долгое приготовление. Пост — это не только ограничение себя в пище, но и работа над своей душой. Мы подготавливаем полностью себя, чтобы быть достойными и встретить воскресшего Христа. Какие пасхальные традиции существуют? Пасхальные традиции с древних времен, еще можно сказать с апостольских, от Марии Магдалины, когда она преподнесла императору яичко, когда он сказал, что скорее яйцо станет красным, чем человек воскреснет. И вот у него в руках это яичко покраснело. С тех пор мы красим яички и как залог этого воскресения обмениваемся этими яичками. Также освящаем куличи, Пасхи. Как проходит пасхальное богослужение у нас в районе, в поселке? У нас в районе, как и во всей Православной Церкви, богослужение проходит по уставу Русской Православной Церкви. Накануне в субботу, в 23 часа, мы служим по луношнице. Вот. Ровно в 12 часов ночи. По типикону не указано во сколько, но такая уже сложилась традиция, что после 12 часов ночи служится пасхальная заутренняя, пасхальная божественная литургия. Всю Светлую Седмицу и до самого праздника Троицы отменяются коленопреклонные молитвы. И всю Светлую Седмицу по сокращенному чину читаются часы, которые заменяют утренние и вечерние молитвы и остальные молитвословия. Всех православных христиан и всех жителей нашей страны поздравляю со Светлым Христовым Воскресением. Желаю, чтобы каждый из нас достиг того уровня и того духовного роста, который Господь требует от нас, чтобы все мы могли наследовать Царствие Небесное.